Все, ребята, начинается финал турнира. Финал. Здесь определится, кто заберет 700 долларов себе. Собственно, в финале прошлого месяца это был Клоус с Аленцепом. Сейчас лучшие европейские пары поменяли составы и снова, собственно, в финале. Клоус будет играть уже против своего тиммейта, с Аленцепа бывшего. Но зато в паре у него токсик. Включаем Клоуса. Сразу он несется к рельсе, но съедает все гвозди. Я думаю, в первое время можно немножко посмотреть за одним игроком. Хотя здесь, наверное, фрагов точно будет много. Очень многое, на самом деле, зависит от того, как пойдет именно игра у Клоуса, если он будет все попадать. Но как он рейл там занес? Ну ладно, все, включаю фуллкиллер. Так, есть рыса. Ох, ну вы сами видите, как попадает. Еще одна на 100. И еще одну не успел попасть, при этом убили. Там Хронт, 7 хп остался. Счет пока равный, но Клоус тут же измашинганил. И идет он подбирать пушку, выпавшую. Много досталось. Буквально ничего так не произошло. 6 хп осталось при этом. Соленцеп подрелил. Нигде не будет. Так, хватит 40 секунд. Стоит он на этой перемычке. Не понимает, откуда ждать атаки. Есть рельса. И Хрон. Схрон на арморе сейчас. Помогает ему Соленцеп, но здесь не попасть. Отличный дэмэдж. Там 6 где-то, 60, точнее, дэмэджа гвозди нанесли. Тут же рельса. И клад 10 секунд. Пытается выжать Соленцеп. Отчаянно. Так, 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 кто там? Кто заберет? Пауэрап. Это Токс. Практически без хп. Внизу армор аптека. Но повезло сейчас Токсу, что помог там вовремя Клоус. Убил он, я не имею в виду, на рельсе. И хотя бы один фраг. Ну вот, вот он фраг красивый. Чуть-чуть. На 4 фрага сейчас вырули вперед. Токс с Клоузом. Хорошо, Токс тоже заносит. Ну вот сейчас не попал. Хотя там было 2 фрага. Ну там такое место. Там очень тяжело рейлить. Так, здесь надо выжить. Потихонечку растет отрыв. Ну 5 фрагов, конечно, это ни о чем. Это 1 удачный пауэрап. И можно в 2 раза больше сделать. Клоус там разрывает. Токс и Мегу ест. И сейчас армор. Здесь у него рел. Рядышком бегает Клоус. Хорошо ушел от атаки. Очень грамотно в плане того, чтобы выживать. Сейчас Токс играет. Забирает еще одну Мегу. Ну, вернее, он ее еще пока не забрал. И может... Нет. Не ошибся, не ошибся. Повезло. Мега в итоге ему все-таки достанется. Клоус уже там подбегает. И вдвоем уже на пауэрапе. Так, так. Кто заберет? Забрал его Токс. И двоих минус нуля. Тотем поставленный. Помог. Так, так, так. Что делать? Мега через 4 секунды... Нет, Токс не рискнул. Даже с Протекшн он... Понимает, что... Ну, вот здесь он помогает Клоузу. Клоузу там атаковали, видимо, на Смеги, точнее. И очень вовремя Токс спрыгнул. Видимо, дали ему инфу. Есть рельса. Здесь счет опять пошел какой-то... Достаточно крупный. И... Собственно... 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 22.9. Ничего не могут сделать. Токса, по-моему, вообще убить не могут сейчас. А при этом мы видим постоянно в консольке... Ну, не в консольке. В левом... В верхнем углу экрана... То, что Клоуз кого-то зарейлил. Сейчас поспокойнее будет момент. Посмотрим статцы. 13.1 у Токса. 10.8 у Клоуза. Клоуз бегает релли. Токс очень стратежно отыгрывает... Каждый эпизод. Сейчас... Сейчас я думаю, что... И сейчас неужели спасется? Еще и фраг набрал. Очень-очень грамотно. Возможно, сейчас еще съест Мигу. Нет, Мига подобрана. По-моему, нет, не своим, чужим. Есть Тотем. Но здесь... Здесь тяжело будет выжить. Нет, еще один фраг набрал. Великолепные статцы сейчас у Токса. Ну, здесь... Счет-счет просто. 15.2 статцы. Кват 10 секунд. А где там Клоуз? Клоуз двоих замашинганил. И пауэрап будет за Токсиком, видимо. Да, ребят, здесь тоже у нас пока... Разгром. Но эта карта... Токса с Клоузом. Правда, при этом... Тот же Хрон эту карту тоже очень любит. И Сайленцеп должен любить тоже. Потому что они с Клоузом ее тоже всегда выбирали. Ну, то бишь... Карта, я думаю, для всех одинаковая. Но здесь в команде Практиц... Реально... Самый жесткий реймер. Это Токс и Клоуз. Дрим Тим такой. Собрался. И... Даже... Даже Хрон с Алинцепом ничего не могут поделать. Давайте немножко понаблюдаем за Клоузом. Собственно, я думаю, фаворит на этой карте уже определен. Здесь против двоих надо драться. Тяжело выжить. Нет, все-таки замашнили. Давай еще раз. Врывался он там с то с чем-то. Ну, с двух машинганов. И будет Клоуз, наверное, крылься. Прыгать. Хорошие ракеты. Умудрился добить в итоге машингану. Хотя... Конечно, не знал он сколько там... Осталось у врага. Только лишь... Мог догадываться, что мало после этих двух ракет. Так, и миги нету. Надо... Что-то подбирать. Пять секунд и протекшн продолжает Клоуз раздавать рельсы. Но вырывается с Анинцеп и забирает, забирает. По идее, Хрон должен подобрать. И отличный фраг. Еще один. Но прям этой ракетой он... Токса на мигу. И как, как неудачно все вышло. 14 хп осталось. Потенциально мог взять Мегахелс. Но сейчас... По идее, еще какое-то время Хрон точно поживет. Может быть, даже убьет Клоуза. Да. Это Клоуз. И даже протекшн его не останавливает. 39-22. Почти в два раза. Да. Можно сказать, что эта пара, конечно, действительно имба. В Quick Champions в Европе. Потому что, ну вот, что тут сделаешь. Один все попадает. Другой, наверное, тоже почти все попадает. На 99%. И при этом... Имеет просто огромнейший опыт тимплейщика. Убили сейчас Клоуза. Статцы. Ну вот, по фрагам равные. И Токса там уже периодически стали почаще убивать. Но при этом... Счет уже такой, что... Отыграться, конечно, здесь шансов нет. 41 фраг. То есть 10. 9 до лимита. Квад совсем скоро. Есть ракета. Так, так, так. Расписал одного. Закончили с ракетой. Но там должен помочь. Так, лежит Квад. Заберет его с 1С. И минус 2. Кстати, счет немножечко так подровнялся, на самом деле. И сейчас еще, я думаю, он сократится. 13 фрагов уже. Только что было, грубо говоря, там 20. Сейчас... Сейчас, я думаю, до 10. Да, смотрите. Но до лимита, конечно, слишком мало. И время, кстати, тоже не так... Много осталось. Нужно... Помочь сейчас... Хрона. Но Хрона убил Клоус. Саленцеп заберет... Мигуа. 3-4-44. 6 фрагов. Включим Клоуза. Еще умудряется через всю карту расстреливать тотемы. Рейла у него мало. Но умудряется даже в таком положении попасть. Есть у него хэви. Поэтому сейчас продолжит атаку. 4 фрага осталось. Но вот здесь... Все равно попал. 3 фрага. И продолжает давить. Рейл закончился. Самая большая беда, мне кажется. Один фраг. Один фраг. Ну, здесь, конечно же, уже ничего не поможет. Да. 50-36. Тоже достаточно крупно. Начинается ЗТН. Вторая карта. Финала. Два вайзера. Две голены. Это просто стандартнейший выбор. Сейчас. В Quick Champions 2 на 2. Причем, слышал не раз фразу на Dreamhack Tours. Если кто-то выбирал Дума, а все, типа, говорили такие... Ха-ха. Эти точно проиграют из-за того, что они выбрали Дума. Включаем Клоуза. Клоуз, здесь за мигу... На миге дерется, несется крыло, а белку не тратит. Но в итоге выжил. И даже не лечится. В лужу сразу идет стреляться. Я думаю, сейчас сразу будет, опять же, или к рельсе, или к шафту бежать. Скоро следующие девайсы. И нужна помощь Токсу. Здесь не попасться. Я думаю, убьют. Включим мы кого-то из команды Open Forfers. Хрону. Хрон съел хэви, съел... Мега Хеллс. Правда, до квада времени еще вагон. То есть, еще будут перестрелки обязательно. Но надо ему на хэви занять место. Пораньше. Хорошая атака против Клоуза. Здесь рейл обидно не вошел. Но я думаю, съест армор успеет. Тем более, там тотем. Бросил. Тиммейт. Очень много дэмэджа Хрону себя принимает. Сам попадает тоже. Все. Ну, добейте, добейте. 40 секунд до квада. Еще девайсы будут. По одной меге, по одному хэви. Доклады мы увидим. И опять же, первым у нас армор. Пытается Хрон выйти на этот армор. Хорошие два рыла. Перестрелял Клоузы. Бежит на мегу, потому что она у него зациклена. При этом опять попадает. Все. И в него попадают. Но все. 15 секунд до квада. Уже пора там занимать позицию. Ох, как Клоуз ворвался. Так, так, так. Что там происходит на кваде? Савенцепа один дерется. Неудачно я поменял пол. Ну, Клоуз в итоге с квадом, с армором, с мегой. И что? Кто взял мегахеллс? Мда. Казалось бы, сейчас Клоуза убьют, умудрился. Даже в такой ситуации. Ой, эксен за экселентом. И счет почти сравнялся. Хотя начали достаточно неплохо. Ну, вот один удачный пауэрап. И загнали на нолган. Энемена Клоуз идет тут же добивать. Не стал он ждать. Комперить на аптечках. Просто идет стреляться. Неплохо. Конечно, там пытались с двух сторон Токса зажать, но... Помог Клоуз. Последней ракетой взял фраг. Так, включаем мы фолл киллер. Достаточно такой... Аркадный матч мы не наблюдаем. Постоянно каждое, по-моему, 5 секунд кто-то кого-то убивает. 16 хп осталось у хрона. Долго, наверное, ему не прожить. 20-15. Счет уже в пользу Клоузу с Токсом. И... Вот Токс, Токс. Лечится. Лужи, правда, за ним все равно пришли. При этом Саленсепт не вайзер. Так, у нас протекшн важный. И как неудачно Саленсепт поначалу встретил. Ну, просто очень много дэмэджа получил. Но в итоге... Вот в итоге все равно убили второй волной атаки. Кто забрал протекшн? Клоуз, по-моему, забрал. По-моему, он на ней появился. И скоро у нас будет армор. Но Клоуза... Это особо не парит. Он сразу пошел... Убивать. Лежит, кстати, все еще армор. У меня же группы за фуня. По полу тут рейлган. И фраг-фраг. Опять идут соперники. Но сейчас там... Хрон, конечно, не выживет. Рейл против шафта. Убили Токса на рот. Клоуз пошел помогать. Как он на Туренсу попал? На вторую там тяжелее было. Но первая была, конечно, волшебная. И против двоих дерется. Вовремя спрыгнул Токс. Помог. Отличный тимплей. Домигиевое время немного. Непонятно. Так, это, по-моему, сверху его убили. Включаем снова фулоу киллер. Три фрага разница. Четыре. Или же Тормор просто помогает. Токс просто стоит на три болта. Отличная связка. Отличная. Эйм, конечно, фантастический. Причем даже именно в ситуациях... Не когда ты позиционно выбираешь точку и ждешь, пока сам соперник на твой прицел наскочит. А именно Токс просто бежит, куда глядят глаза и стреляет, стреляет, все попадает. Неважно ему в каком положении, вертикальный или это рейл, или в проходе он палит. Ах, не долетел. И сейчас можно так без армора остаться. Нет, нет, в итоге второй волной. Вот сейчас может... Нет, не может сравнять счет. Все равно, кстати, Хрон тиммейт подхватил. Досталось тут же Хрону после взятия квада. Ниги не будет. Не понимает, он вообще откуда ждать врагов. Один враг на НЛ Гане. Хорошая РСА, там тяжело было попасть. Я не имею. Толком-то и не высунулось, только голова его торчала. Пять фрагов у нас отрыв, но в пользу... Все еще в пользу Клоуза Стоксана. Ну, это вроде грамотно переключился сейчас Хрон, но... И ракету попал потом на 100, но она не убила энеми. А в итоге пока переключался, очень много дамеджа принял. И здесь не убил. Четыре фрага разница. Такие качели то одни, то другие набирают. Какие-то серии фрагов. Но вот сейчас... Клоуз Стоксом опять чуть-чуть оторвались. И мы включим Клоуза. Протекшн 20 секунд с небольшим. Клоуз продолжает раздавать рейлы. И тяжело ворваться, нужно... Здесь враги сами приходят. Еще успеет съесть армор. Но здесь не пускают. Токс там один. И по идее он заберет. Токс, да. Токс стоит на протекшн. Пока враги там выясняли с Клоузом отношения. Токс спокойненько взял. Чуть-чуть ему попытались помешать. Но практически беспрепятственно взял он протекшн. И отрыв у нас уже... Собственно, не то чтобы он сильно прям опять же вырос. Но 42 фрага уже у... Вот этих вот ребят. 44-33. И похоже на этой карте тоже уже все решено. Слишком большой отрыв. Слишком мало... Фрагов осталось набрать Клоузу с Токсом. Включим Клоуза. Резарелл продолжает заносить. Минус 2. 1-2 фрага. И счет опять достаточно крупный получается. Через своего попал. Но здесь... Уже... Уже... Не знал, за кого хвататься. Да, борьба у нас получилась только первые 5 минут. При том, что, кстати, всего 10 минут. Собственно, отыграли. Может быть, даже и 10 не будет полных. Ох, какой... Какой машинган. Как на магничный в конце шинган добил. Ребята, опять разгром. Хотя, опять же, половина матча была борьба. Но нет, 13 фрагов не такой большой отрыв. Смотрим статцы. Токс получше сыграл. Но большого значения это не имеет. Ну что ж, третья карта. 2-0 пока ведут. Клоуз с Токсиком. ДМ6 получился очень крупно за ТН. Пытались зацепиться за контроль вначале хрон с Аленцепом. Но потом парочка пауэрапов. Все поставило на места. И опять Дрим Тим. Карту забрала и в окон. И на рейле появляется Клоуз. По-моему, свой там зал. Хэви Армор. Чет, выбивает сразу Клоуз. Телепорт за врагом. Враги оба на рейле. Здесь будет тяжело. Еще как-то по стенам мочат Клоуз. В основном они по врагам. И, ну, конечно, такие моменты в финале. Это... Никуда не годится. До девайсов времени много. Уже кто-то несется там. Ну, по-моему, в пасхальные яйца попал хрон. Не знаю, там заделали Клоуза при этом. Как он вообще живет. Ну, здесь двух машинканов забили. И пока жесткое мясо в районе рейла и армора. Опять. Теперь Саленцепа уже выбросили за пределы карты. До этого хром, правда, сам свалился. А при этом подарочка стала после себя в Голландии. Свиде тотема. 30 секунд до квада. А еще будут девайсы по одному. Ну, вот, сами все видите. Драка, драка на рейле. Просто бесконечная. Заберут армор сейчас. Ну, вот, Мегу взять не удалось. Две рейсы. Успевает Ток занести перед смертью. Мало у него там было для этого. И Клоуз добил. В общем, мало у него самого. Просто у нас вид меняется каждое... Каждое секунду, по-моему. Каждые три секунды. Ну, вот, кто? Кто на кваде? В Токса так брилось, что... Он аж отпрыгнул вниз. Не помог Клоузу, но... Но здесь Клоуз 150 на 100. Это, конечно... Сейчас будет отрыв. Просветки у него нет пока. Врагов искать только, как говорится, по памяти. И 17-6. Уже счет. Это очень крупно. Легкий рейл сейчас Клоуз не попал. Меги там тоже нет. И есть зато два врага. И в итоге Клоуза убивают. Так, включим Хрона. И фулл киллер. И в итоге Клоуз не привык переключаться. На машинган. Он... Его обычно просто включает. Но он не переключается для того, чтобы добить. Ну, как говорится, рейл. Финально интереснее заносить. Хороший рейл сейчас с Иленцепа. Там вообще... И не видно было... Не видел он врага. И очень далеко был соперник. Но... Высунулся и попал. Может быть, даже на удачу. Потому что там... Такое место... Так, Клоуз уже на... Протекшн. Заходят соперники. Здесь главное не упасть. Очень много... Жизнь сейчас у Клоуза. С учетом того, что он спротекшн. Поэтому... Но вот сейчас... Не знает, на что переключиться. Нету... Клазмагана. Замучили, замучили. Сейчас его... Прессинга. Он просто пушек не хватил. Был бы какой-нибудь Шафт или Рокет. Там, конечно... Молкобоев убивать Клоуз. Но... В итоге все кончилось. Ну и Хрон... Чуть-чуть отрыв сократил. Очень нужна аптека ему. Видит, где враг. Здесь рельса. Тут же отошел. Видит второго. Помогает. Пытается помочь снизу с рельсой. Идет через верх. Но в этот момент уже убили. Ток сделал фраг. Но, правда... Хрон все же отомстил. И здесь со всех сторон Хрона... Пытается убить. При этом перестали потом попадать. После первой рельсы. В итоге... Хрон умудрился сам еще рельсой попасть. И там Соленцеп ворвался и помог. Пять фрагов отрыв. Тоже, в принципе, распулялись. Но здесь надо все попадать. Четыре фрага. До Амура 10 секунд. Здесь тяжело попасть. Но в итоге все-таки сумел. И отличный рейл. Еще один. Просто рейл за рейлом заносит. Кто всех убил. Соленцеп, по-моему, там остался жить. Включим мы его и фоллуткиллер. 20 секунд до квада. Здесь очень... Очень жестко атакуют. И полетел. Кто остался жить? Так. Токс. Клоус тоже там, по-моему. Да. Клоус на кваде. Стреляется. Пять секунд до пауэрапа. Непонятно, откуда ждать. Руки джампом. Клоус срывается, но не выжил он. И Клоус забрал. Боюсь, сейчас опять отрыв пойдет вверх. Лежит там, кстати, армор. Но Клоус в другую сторону пошел. Аптички даже, собственно, подбирают не все. Спешит он как можно быстрее. Набрать какие-то фраги. Просто выживает. Чудом. Его там почти сбросили два раза в пропасть. Тут фрэнли тотем. И 30-19. Буквально минуту назад было 4 фрага отрыв. Сейчас уже вот такой вот счет. Пытается Клоус помочь, но... Сейчас мы определимся с тем, за кого смотреть. Так. Хроны убили. Саленцеп идет телепорт на ракету. И чуть раньше у нас Хэви. Видит Саленцеп, что скоро армор появится. Спамят ракеты. Двое врагов там. Выходит Хрон стреляться. Саленцеп издали пытался помочь, но... Здесь, конечно, такой шквал огня прилетел. И Клоус воюет на миге. Рыл у него много. Сейчас пойдет. Я думаю, опять стреляться. Здесь... Да, место, конечно, ужасное. Этот уголок. Отрыв 9 фрагов тем временем. Но сейчас уже 10. И минус 2 от Клоуса. Отличный демэдж. Вдвоем заходят. Опаздывает сейчас Хрон. Да, да, да. Поздно, поздно. Он заходит. Здесь уже весь шап. У него зарядили. Помог он тем самым забрать Токсу. Протекшн. И ракетку. Две ракетки. Две ракетки. Хрон, красавчик. Но его там убили. И Клоус забрал протекшн. По-моему, Клоус думал, что он сделал фраг. Поэтому он отвернулся. В итоге он все равно сделал. И продолжает минусовать. Да, очень, очень, очень жестко. Очень жестко. Руки джампом, руки джампом. Но здесь уже пошел. Пошло пижонство какое-то. На самом деле, видно, что при этом все равно Клоус умудряется попадать. 44-28. Когда это случилось, я не понял. Все очень быстро. Ням. Вот легкие рейлы не попасть. Но на самом деле, на самом деле, это самое тяжелое рейлы. Когда ты стреляешь соперником, он стрейфится. Да, в итоге Хрон перестрелял. Ну, у нас получается меньше, чтобы меньше получаса. Финал. Примерно по 10 минут игрались все карты. Ну, и чуть... Чуть-чуть меньше, чем два раза отрыв. Два фага осталось. Можно также на Клоузе и оставить. Камеру. Возможно, сейчас будет последний фраг. Хрон там досталось. Дерется, по-моему, Токс. Да, Токс попал в последнюю ракету. 3-0 в пользу Клоуза с Токсом. Поздравляем их с первым местом на турнире. И до новых встреч на турнирах GoFuck Week Champions. Да, счета, конечно, достаточно крупные. Не так, как было до смены составов.